МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гадалка, я пришла к тебе. Расскажи мне, что меня ждет в этом году? Знаю я, зачем ты ко мне пришла. Вижу, деньги свои сохранить хочешь. И помощники у тебя в этом деле есть. В этом году ты точно сможешь заработать свои миллионы. А куда? Куда вкладываться-то? Я же сразу же. Об этом тебе твой помощник расскажет. Мои карты не все показывают. Голосовой помощник, ты понимаешь, о чем речь? Куда мне надо вложиться? Лера, я бы на вашем месте не доверяла гадалкам, а попросила бы совет у эксперта. Иначе вложитесь в развитие черной магии. Гадалка, спасибо тебе, конечно. Ну, я все-таки, наверное, обращусь к Антону Павловичу, как мне голосовой помощник сказал. Я думаю, он наставит меня на мой финансовый путь, где я заработаю свои миллионы. Иди, иди. Вернешься еще. Антон Павлович, не поверите, где я только что была. Сразу от нее, прям к вам. У гадалки. Она мне нагадала, на картах разложила. Знаете, у нее там шар магический. В общем, гарантирует, в этом году я точно стану миллионершей. Ну, правда, она не сказала, что точно нужно делать. Говорит, там, деньги куда-то вложить. Я, правда, не поняла, то ли ей вложить, то ли куда-то вложить. Поэтому сразу к вам пришла. Куда вкладывать деньги? Самый безопасный способ, которым вы деньги не потеряете, сохраните их от инфляции и, может, даже чуть-чуть заработаете, это вклад в банки. Государство защищает вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Если с банком что-то случится, то эти деньги агентство по страхованию вкладов в любом случае вам вернет. Если у вас сумма больше, то лучше разбить ее на несколько вкладов в разные банки, чтобы также гарантированно ее застраховать там от всяких неожиданных случаев. Банковские вклады бывают разные по условиям, на разные сроки, на разные процентные ставки. Вот сейчас некоторые процентные ставки по вкладам в банков достигли 10%, а это выше, чем прогнозируемая инфляция на 2023 год. А что такое инвестиции? Можете назвать парочку примеров? Как правило, когда мы говорим об инвестициях, мы имеем в виду торговлю ценными бумагами на бирже. И если вы захотите этим заняться, то у вас два пути. Первый – вы обращаетесь к брокеру, к посреднику, и с помощью него он зарегистрирован на бирже. Вы самостоятельно принимаете решение о покупке и продаже каких-то ценных бумаг и на этом зарабатываете. Или вы переводите ваши деньги на специальный инвестиционный счет и обращаетесь к доверительному управляющему. Обсуждаете с ним стратегию вашего инвестирования, то есть какие риски вы готовы на себя принять, какую доходность потенциальную вы хотите, скажем так, видеть при этих рисках. И он уже за вас управляет деньгами по этой стратегии. Считается, что наиболее безопасными ценными бумагами на бирже являются облигации федерального займа. То есть это когда вы государству даете в долг, и оно возвращает вам этот долг с процентами. Проценты там тоже небольшие, но они выше, чем банковские. Даже если у вас нет опыта работы на бирже, но вы обращаетесь к брокеру, что будете сами принимать решение, что покупать, что продавать, вам брокер все равно предложит только ограниченный набор ценных бумаг, наиболее надежных и наиболее простых, понятных инструментов для работы. Но все равно, он по закону так должен сделать, но все равно, если у вас опыта нет, лучше отдать решение этих вопросов отдавительному управляющему. Вы знаете что-нибудь об администрии? Не, ни разу не пользовались. Наши инвестирования – это дети. Ну, инвестирование – это когда человек положил деньги во что-то, получает с них прибыль, с этих денег. Антон Павлович, ну, следуя вашим советам, я точно разбогатею. Но ведь надо же так, чтобы и телезрители наши тоже богатели. Давайте для них парочку финкодов, чтобы вот они пошли и вложились успешно. Помните, что чем выше потенциальный доход, тем выше риск. Когда выбираете посредника, обязательно проверяйте его на сайте Банка России. И всегда помните, что гарантированный доход на бирже могут обещать только мошенники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова